Всем привет! Мы в Костка. Уже за неделю почти все съели, что купили на 500 долларов. Шучу. Но все равно нам нужно кое-что купить. Так что оставайтесь с нами, мы вам покажем. Первое, что попало в нашу корзинку, это вот такая одежонка. Настя, а сколько она стоит, не помнишь? 12 долларов. Мы сейчас находимся здесь, где одежда. Настя начала с одежды. Прогулялась, посмотрела. Медицинский колланд. Медицинский колланд. Солнышко. Сбылась мечта, пойдешь в медицину. Мягкий просвечивается. Ну так должно же быть у медсестер. На лето от солнца Настя хочет купить что-то. Я даже не понимаю, что это. Расскажи. А, спрей. Их два, наверное. Да. Видите, чего-то 60+. И всего 10-49. СПФ 60+, да? А то я подумал, возраст 60+. Ну, короче, Настя смотрит. Вот вроде бы со скидкой. За 10,5 долларов. Я, если честно, не вижу. Как это называется? Black Stretch Potential. Теншин. Нужно, наверное, сверкается. Пусть-то снизу. Ладно. Сейчас Настя оценит там поближе к ценнику. Посмотрит, что и как. Выберет. Мы иногда ездим на океан в сторону Кейп-Кода. Кто нас не знает, меня зовут Олег. Это моя жена Настя. Мы живем в Бостоне. Точнее, на юге Бостона. В городе Милтон. Такой маленький городишко. И иногда мы ездим на 100 километров южнее. На побережье океана. На полуостров Кейп-Таун. Кейп-Код, точнее. Вот я говорю, Кейп-Таун. Что, Настя, ты мне хочешь? Ну, тоже. А он 55? Защита. Ну, бери. Для чего? Мне здесь девушка больше нравится, чем вот эти ребята. Берем это. Я попросила перевести. А, ты попросила перевести. Все, паузу нажимаю и помогаю. Мы остановились на этом, потому что это спрей. А состав, который вот здесь вот. По проценту все один к одному. Поэтому остановились на этом, как более удобном, спрее. Для походов на природу. Нам нужно мясо. Мы там набирали, но уже немножко потратили. Нет, филе у меня закончилось. Филе закончилось? Да. Филе хорошо едим. Филе хорошо едим? Быстро, да. Так, цена 6 долларов за фунт. А эта упаковка, видите, там 29 долларов, 33 доллара. В зависимости от конкретной массы. Настя завернула. Так, хорошо. Ну, надеюсь, на кассе нам аккуратно развернут. Что-то еще надо? Так, что-то показать еще. Вот другое чуть-чуть. Куриные. Тоже 5,99 за фунт. И вот другие тоже, я думаю, 5,99. Уже крылышки. А, нет, 3,99 за фунт. Так, ну что, Надь, мы берем органическо. Надеемся, что здесь все-таки меньше. Люди любят в комментариях писать, что это, мол, ерунда. Не стоит оно того. Но мы как бы... Ой-ой-ой. Верим. Верим, да. Надеемся, что если кто-то не пишет, их как-то чуть больше можно контролировать, чем те, которые вообще ничего не пишут. И там может быть все, что угодно. Никакой ответственности за содержимое. Пришли к рыбе, а Настя говорит, крабы, крабы. Какая цена? 8 долларов за фунт. 27 долларов. Ну, я равнодушен такой еде, если честно. Походу, вареные они. Ну, вареные уже такие, да, наверное, подваренные. А вот креветки. Огроменные. Видите, 6 долларов за фунт, как курица. 20 долларов коробочкой. Вот такие есть еще части лобстера, да. Уже 25 долларов за фунт. Соответственно, 62 доллара подложка. Ракушки какие-то тут. За 4 доллара за фунт. Ну, выбор есть. Какой-то разной еды. На вкус и цвет товарища нет. Поэтому каждый может себе найти что-то подходящее. Здесь Костка просто подешевле цены на рыбу, чем в других магазинах. Поэтому мы здесь и даем таримся. Настя, прихватила кое-что. На 30 долларов. Идем дальше. Мы сегодня в другом Костка, по сравнению с предыдущими съемками. Но сегодня субботы народа очень много. Ну, ничего. 7 долларов зеленые авокадо. Совсем зеленые. Вот здесь яблочки за 7 долларов. Там другие за 6. Но у нас пока яблоки есть. Поэтому мы тут будем набирать непривычный ассортимент. Немного меньше. Пока Настя выбирает там среди зеленых, менее зеленые авокадо. Я возьму такую коробочку пеников. Цена 12 долларов. За 2 фунта. То бишь 907 грамм. Вместо конфетки. Что-нибудь сладенькое иногда хочется. Возьму. Настя взяла все-таки авокадо. Но он зеленый. Придется заезжать в другой магазин. Потому что нужно есть уже завтра. 4,5 доллара. Помидорчики. Так. И за огурцами. Мы берем маленькие огурчики. Вот как Настя держит. А такие они какие-то безвкусные. За 6 долларов. Почему? Все вялые. Ну что ж. Из двух зол выбираем меньше. Как в реальной жизни, да? Ну возьмем. Мадрильный стоит пакетик 7 долларов. Будем брать больше овощей и фруктов. Всяких таких. Чтобы детям на перекусы нам была более здоровая еда. Полтора доллара. Бананы. И сейчас заезжаем в холодильник. Там ягоды нас ждут. Салаты. И прочее. Да. Народу многое снимать неудобно. Камеру приходится держать. Большинство вниз. Потому что люди прям в метре друг от дружки. Так, ну что. А какая цена этой зелени? 4,29. Ну, короче, тут и та 4,29. Другая 4,29. Берем. Что еще? Морковка у меня уже заедет. Ты что, не заедели морковку. Да, вообще. Грызем. Грызем. Да? Да, бери клубнику. Клубника нам на вкус понравилась. Хоть и гидропоника и всякое такое. Но. Берем. Это лучше, чем брать. А потом она останется. Мы ее не съедим. Ты туда? У нас сегодня будет версия light. В каком смысле? Ну, в смысле, мы же сверху можем что-то тяжелое положить. И клубнику раздаем. Ладно, все. Движемся дальше. В нашей корзинке появились еще морковка. Пакетик, точнее. Сколько она стоит? Не посмотрю. Ладно. Пойдем воду возьмем. Следующая позиция в нашем листе закупок. Это вода за 7,5. Так, это вода мокрая. Возьмем, посушим. Несмотря на то, что мы еще не выпили полностью вот этот сок, благодаря скидке мы еще прикупим. Давай две возьмем, Настя. Вот еще, е-мое. А потом мы приедем через две недели и за 5 долларов дороже купим. До какого числа? До какого числа? До 5 мая. До 5 мая акция. До 5 мая акция? До 5 мая акция? Да, до 5 мая. Ладно, все. Купим позже. Итак, нам еще нужны яйца. 7,5 долларов. И опа! Две коробочки уже здесь. Двигаем дальше. 8,5 фруктовый лед. Уже давно мы не покупали. Наверное, возьмем коробочку. 24 штучки внутри. Будет что-нибудь другого вкуса. У нас закончилась панировка. Мы уже когда-то брали. 8,60. Две такие банки. Это выходит гораздо дешевле, чем в другом магазине. Покупать меньшего размера банки. Или упаковка другая. Вкуска реально дешевле получается, чем мы покупали пару раз другую панировку. У нас закончились такие пакетики. ZIP-пакетики. И надо что-то выбрать. У нас закончились именно большие. Отдельно. Ладно, поставь в другом магазине. Мы же отдельно найдем. Большие отдельно продаем. А это 4. Сейчас я гляну. Это какие варианты. Это 96, 76. Ну, тут двух видов, Настя. Нам такие не нужны. Тут 4 к упаковке, ну, двух видов. Ладно, может, найдем реально без ассортимента, чтобы был там один вид пакетов. Так будет дешевле, чем набирать одних и тех же. Мы ходим, смотрим средства для стирки, но чего-то скидок нет. Нашли вот такое, но нам не такое нужно. Как-то должно было быть больше скидок, но почему-то до сих пор нет. Короче, мы нашли. То есть нам нужно вот такое средство для стирки белого. Долго. Ну, для всего. Ну, короче, без запаха, да. Мы не любите запаха, особенно я. Так, ну что. Корзинка потихоньку, видите, наполняется, наполняется. Чуть-чуть еды, чуть-чуть воды. Вот такие сухарики за 10 долларов мы раньше покупали. Хорошие на вкус. Они такие тоненькие-тоненькие. Мне нравятся вот такие вот рисовые, да. Возьмем. А цена на них сколько? Два-десять миллиона. Еще не важно, какая цена. Важно то, что они на вкус приятны. А, вот тепличка. Когда-то у нас была тепличка в Белгороде. Странная тепличка. Это не тепличка, это просто кухонка. А, это, наверное, может рассаду выращивать. Может рассаду выращивать, да. Потому что тут что-то полки, и полок недостаточно. Но все это много. Из этого самого поликарбоната. Где она? О, сори, сори. За тысяча четыреста пятьдесят долларов. Триста тысяча триста пятьдесят долларов. Вон верхнее окошко. Это если бы у нас был свой дом, можно было бы просто поэкспериментировать. Профшилд. Профзащита. Ну, наверное, типа как спонбонд. Ну, да, наверное, защита, наверное, от сорняков. Наверное. А ну-ка, что тут написано? Да, для всяких. Софила хотела такие желатиновые шарики Боба. Она, когда-то мы покупали, долгое время лежали, ей не понравились. А, это со вкусом. Это, наверное, какие-то конфеты со вкусом. Да, а потом она распробовала. Оказывается, она их не догревала. Поэтому нельзя было через трубочку там пить молоко с шариками. Настя, не надо, ну его непонятно, чего понравится, не понравится. Лучше какой-нибудь свежей еды. Я тут застрял возле вот таких банок за 14.80. Это миндаль в шоколаде. Очень вкусно. Я же думаю, это вредная еда. Думал, думал. Настя говорит, да возьми, да чего ты. Видимо, лучше шоколад. Ну, вроде бы состав такой. Не сильно длинный. Ну, иногда будем есть по чуть-чуть. Побалуем себя сладостями. А это... Это где ты взяла? 10.99. 10.99 это перекус сыну. Такие мясо вяленое, полосочки. Так, 14 долларов. Вот такая упаковка орехов. Сколько здесь? Не соленая пища. Мы, кажется, уже брали такие, да? Да. А, и арахисовое масло чуть-чуть сверху, я так понимаю. Пошли мы на этот, посмотрим. Сейчас пойдем еще чуть-чуть дальше, посмотрим. Есть вот сейчас скидка на средства от аллергии. У нас вроде что-то оставалось. Скидка до 5 мая, да, Настя? Да. Ну, еще, наверное, посмотрим, что именно мы брали, что подходит. И такое же возьмем здесь, в Костка. А сейчас нам нужен коллаген. Должна быть скидка на коллаген. Поищем коллаген. Как-то кларитин мы брали. Кларитин брали, мы в Стопеншоке брали. Да, потому что, видите, 33 с половиной. Ну, поверь, проверишь дома. Запомни как-то, что у нас есть, посмотрим и в следующий раз приедем. А, это сыпучая, да? Сыпучая, это что такое? Да что это? Что такое? Нет, я не знаю, что такое Редит Апс, но 70 таблеток, Настя, видишь? А, просто 70 таблеток, к такой покупке, и вон и скидка. И цена 27 долларов. Мы нашли коллаген, но почему-то нет скидки. Может, позже будет. Может, позже. Нам пришел буклетик, но я вот не помню, на какой срок. Какой коллаген? Не наезд у нас скидки? Ну, не знаю. Ладно, если скидки нет, ничего. Подождем. Проверим дома буклетик. Когда-то я вот такой пробиотик покупал. Возьму, наверное, опять. Вдруг будет не супер. Буду использовать. Ну, я там био-йогурт отпью с пробиотиком. Буду это чередовать. У нас заканчиваются станки, которые мы привозили с Россией. И вот есть такие. Если кто знает, подскажите. До 5 мая скидка есть. Вот такая фирма. Харрис. Мне джилет не нравится. 5 лезвий, 13 картриджей. Будем искать что-то другое. Мы пользовались Хим. Жилет разно бывает. Может, жилет, смотри, вот такая лучше. Жилет такая. За полтинник. Или сколько это стоит? Нет, это пистолет. Это не знаю, где-то тут лежало. Это кто-то бросил. За 40 долларов. Ну, я думаю, попробовать стоит более дешевый сначала вариант. Короче, жду комментариев. Стоит пробовать дешевый вариант. Может, он нормальный. Я когда-то греческими Биг пользовался давным-давно. У нас пятилезвие, есть пятилезвие. Ну, какой брали? У нас пятилезвие, сейчас у меня Хим. Но здесь таких уже не купить. Пока мы ходили-бродили, очередь чуть-чуть уменьшилась. Но людей все равно много. А так были прямо сюда, до этих коробок, без стеллажей. Фастфуд будем покупать, Насте, какой-нибудь? Нет? Ты не голодна? Нет, я поела. Я тоже поел. И у нас дома куча еды, Настя, у плиты проводит кучу времени. Так что, сейчас домой прямо едем. У нас больше сосисок. Нет, я сейчас сыт. Это что-нибудь такое. Вот, что-нибудь такое, это вот что меня ждет. Сейчас дойдем до машины, я открою. Орешки появятся. Подожди, а мы орехи не будем покупать, Тетеря? Ну, вот эти орехи, которые там внутри. Миндаль? Миндаль, в чистом виде. Нет. Кищи, будем чередовать. Да, у нас есть еще арахис, грецкие орехи. У нас там дома дофига. Ну, сейчас приедем домой, выложим, я покажу наш ассортимент на нашем стеллажике. Ну как, я грецких орехов за эту неделю заточил нормально. Так, ждем. Мы завершили покупку, цена 326. Вот, перечнялка. Корзинка фактически пустая. Цены растут. Да, а ценник такой немаленький. Специально с нему сбоку. Видите? Полупустая корзина, ну, наполовинку наполненная. Так, любимая моя нуждается в помощи. Сильной мужской руке. Да, нам туда дальше. Мы заехали в магазинчик недалеко от нашего дома. Ну, относительно недалеко. Здесь не так, как в Костка. И ценник здесь другой. Но здесь, видите, уже порезанных много овощей и фруктов. Можно выбрать уже чуть-чуть другое. Но ассортимент другой, конечно, и ценник другой. Выбор большой. Здесь выбор большой. Настя тут дороговато. А где у нас все эти локады? Вот, покажу такой обзорчик. Здесь все своеобразно выложено. 5 долларов. Итак, цена. 2 за 5. Это для тех, кто не хотел в Костку покупать. Костка мукопеден сколько? Дофига за 6 долларов. Да, да, да. Ладно, ну, зато здесь можно найти свежие и прочее, прочее. Видите, здесь овощи, фрукты. Здесь всякие ряды этих самых орехов, конфеток всяких разных. Видите, шоколадки, яблоки вот так сложены. Порезанные есть товары. Ну, короче, хватает тут всякого интересного. Мы туда иногда бываем, но правда здесь дорого. Реально дорого. Ну и стандартные холодильники. Я так медленно задержу. В принципе, тут так. Наверное, как в многих других небольших магазинах. Все в таком же ассортименте. Там хорошая свежая рыба. Хорошая свежая рыба есть и прочее. Там мы пойдем, да? Ну, мы покажем только, где мы пройдемся и все. Ну и стандартные ряды. Со всякими тут. Когда-то Настя здесь покупала шоколад такой, который можно для тортов. И всякое-всякое. Ну, здесь уже так, как стандартный супермаркет. Как Магнит или, я не знаю, там какой-нибудь другой магазин в России. Или еще либо где. Все стандартно. Разница только во фруктах и овощах. Здесь их ассортимент хороший. Можно купить себе. Ну, вот мы и дома. У нас здесь есть кладовочка, стеллажик. Все разложили. Муку когда-то покупали. Уже пол мешка нет. Вода внизу. И здесь у нас есть фрукты, овощи, перекусы. Это полка исключительно всяких перекусов. Это для Ильи он любит. Перекусы в школе. Это вот всякие орешки. Шоколаде. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Есть что выбрать. Захотел что-нибудь перекусить. Можно сделать нормальный, я думаю, выбор. Ну, вот, в принципе, и все. Понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь, если не подписаны. Всего вам самого-самого лучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok